это чьи лапы привет так сейчас покажу быстренько помещение номер один зашибись я съездила посмотрела помещение а кто же будет у нас первой леди нашей страны и тем кто принимал решение убрать памятник памятник пушкина тоже нужно было обязательно прислониться к другому стволу ребят всем привет приехала в общем в ригу лично поздравить ринкевича нашего нового президента они так часто меняются что не успеваешь запомнить но этого я думаю мы запомним надолго не знаю как сказать чтобы не обидеть и чтобы мне ничего не было в общем мы и так вот и чтоб только с помощью ринкевича мы глубже глубже не до лета как говорится кто знает кто-то спрашивал где люди все здесь ладно-ладно пошутила ринкевич мне очень нужен был я еду смотреть очередное очередное помещение если получится я вам тоже покажу прогуляемся немножко по риге то сильно такой кипиш такая движуха так и так 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 ну так и вот и как Стройки, стройки. Так, сейчас покажу быстренько. Помещение номер один. Это все наше помещение будет. Так, помещение номер два. Помещение номер два. Смотри, тут с такой выемкой. Помещение номер три. Это получается цокольный этаж. Смотри, тут такая коморочка. Вот, видишь, зато центр Риги. Тут можно все обустроить, как нам надо. В каждой есть выход на воду и туалетик. Как вам такие туфельки? Не могу понять, почему, когда я прихожу в магазин одежды, я все время иду в детский, в первую очередь. Такие цены интересные, распродажные. Но у нас это уже все есть, нам нужен короткий рукав. Какая курточка прикольная. Короче, как всегда. Купила все только детям. Зашибись, я съездила, посмотрела помещение. В общем, планировали посмотреть три, а нашли только одно. Точнее, удалось встретиться только в одном. Сейчас вам покажу немножечко. Красиво поет. Тут такие таланты у нас были. Смотрите, что творится. В общем, в девятый час вечера я иду на маршрутку. Видите, на всех экранах написали. Прикольно. Идешь, там мониторы бронза. Потому что Латвия завоевала бронзу. Прикольно. 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 И просмотрели сегодня это помещение. И оно пока что это и еще один вариант лучший из того, что предложили. Бесит, когда фотографию ставят одну, а по факту приходишь, там совсем другое дело. Там совсем другое дело. Идем. Идем. Продолжение следует... Ну что, ребятушки, 5 утра встали, 9.30, идём в магазин, только возвращаемся с Риги. Сейчас пойдём домой отдыхать. Ну как отдыхать? Надо заняться домашними делами, всё как обычно. Вместо того, чтобы себе набрать чего-то, как всегда, целый пакет детям. Выхожу, короче, сейчас из магазина. Там привязана овчарка очень красивая. Ну и он вся в своих мыслях. Собачка какая, тюти-пути. Иду дальше. А там едет девочка. Лет 14-15. Едет на этом самокате. Ну, который в аренду они берут, да? Вот. Едет в этом самокате. Вся такая в белых гольфиках. Видимо, сегодня последний звонок. Посмотрите, принесла вещи домой. И посмотрите, что делается. За пару секунд уже дырище. Потому что здесь кто-то... Кто там, интересно, такой сидит? Кто там такой сидит, а? Кто там такой сидит? Это кто там такая? Кто там такая сидит, а? Смотрите, что делается. Ну, что, отбилась. О, все, услышала собаку. Фрейчик наш, флейтик. Наша Фрейчка маленькая. Девочка. Ой, а что это тут такое вылезло, Фрей? Кто это тут у нас такой? Кто это тут такой? Это чей тут хвостик? Чей тут хвостик такой? Это чьи лапы? Привет. Дай пять. Дай пять. Все, вылезла. В общем, не дорассказала. Девочка ездит такая, знаете, в белые гольфики, бантики такие большие. Не знаю, лет четырнадцать, наверное, может, выпускницы девятого класса. Ну, не знаю. Вся такая юбочка, как раньше, да, вот такая, как форма была. Все такая едет, такая на этом самокате. И резко останавливается, недалеко от меня. Но она не видит, что я вижу. А у нее там приоткрытый рюкзачок маленький висит. Я нахлопись по сторонам посмотрела и выкинула сбоку вот так на обочину кучу мусора оттуда. Бумажки какие-то, фантики. Такая выкинула и дальше поехала. Такая... Блин, зачем она это сделала? Такое настроение классное, когда я ее увидела. Думаю, вот какая принцесса поехала. А тут она тебе дела испортила все. Что вы думаете, варить буду? Конечно же, дети заказали пельмени. Это самое быстрое, что я сейчас могу сделать. Подъедают просто все. Вот даже если на три дня готовишь, все равно на один съедят. За один день все съедят. Вот что значит, начались каникулы, ребят. Так, вот я зашла в магазинчик. Кстати, была удивлена, когда сейчас бирочки разбирала, что эти вещи, смотрите, хлопок и сделаны в Африке. Представляете? И какое-то что-то тут эко-эко. Видите, могу себе позволить зайти в магазин и ни в чем себе не отказывать. Брать все, что захочу. Видите, какие цены? Я не знаю, это, наверное, даже не распродажа. Это на некоторые вещи такие цены. Ну, пару раз одеть и выбросить. Потому что у меня сейчас дети так быстро растут. Летом, знаете, как майки пачкаются? Так что пригодятся. У нас сейчас будет летний лагерь. Неделя. Потом у нас еще продлилось там по латышскому языку. Надо еще походить на уроки. Полкласса им надо. Даже большая часть класса. Они как бы решили продлить все это дело. В общем, вот такую майку купила. Вот такую мальчиковую маечку купила. Все в одном магазине. Зашла. Раз, 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 раз. Смотрите, Майами Бич. Со спины. Так, это Фрей опять пакет свой. Вот такая маечка. Майами Бич. Максик будет летом на Майами Бич гулять. Вот такие яркие шортики. С Дональд Даком. Шортов летом много не бывает. Поэтому взяли шорты. Так, вот такая кофточка, чтобы летом вечерком накинуть. Она тоненькая-тоненькая. В общем, это холодным вечером. Холодным вечером. Холодным летним вечерком. Это, смотрите, у нас сейчас 1 июня, считай, завтра. Первый день лета. И я где-то слышала, что у нас намечается впереди 14 градусов тепла. Тепла или холода, как хотите. Так, еще мы купили в этом магазине вот такой вот рюкзачок. Рюкзачок сын попросил, так как ему надо в лагерь. Да и вообще, он когда идет гулять на площадку, ему надо с собой взять воду, ему надо с собой взять телефон, кошелек. По карманам ему все это не нравится. Через плечо он эту сумку носит, но он ее вечно забывает. А рюкзак вот ему больше всего нравится, больше всего подходит. Так, вот такой вот рюкзачок. И кошелечек купили, чтобы по всему рюкзаку деньги не разбрасывал. Ну, тут что-то показывает, все как обычно. Вот такой вот кошелечек. Самая дорогая покупка, наверное, была 13 евро. Точнее, вещь 13 евро. Остальное все вот 2, 3, 5. По-моему, рюкзак, если не ошибаюсь, 10 евро. Кошелек где-то до 10 евро, может 6 или 7. Так что, ребят, сегодня объявили, кто у нас будет президентом. Но каждый второй, я говорю, только ленивый не спросил, а кто же будет у нас первой леди нашей страны. Скажите, интересно. В общем, пока все думают, кто же будет у нас первой леди. Я сегодня ехала в маршрутке и думаю, боже, какой кавардак у меня творится в башке. Что происходит вообще на работе? Суета, на работе проблемы. Там проблемы, там что-то не идет. В стране тоже какая-то непонятная ситуация, да. В общем, все это вот накопилось. Накопилось, я думаю, что у большинства людей сейчас и денег нехватка, и все это, да. Это все стресс, все нервы. Так вот, ребят, я сегодня еду в маршрутке. В маршрутке мы едем вот так. Сейчас кусочек ставлю, может, но уже поздно начала. В общем, маршрутки все сегодня кричали, потому что очень по кочкам, по кочкам начали кричать. Хоть бы дороги сделали, вот это все на латышском, да. Потом один мальчик зашел, видимо, с митинга. И у него было написано, что пенсии не будет. Пенсии не будет. В общем, если перевести, то... Если пенсии не будет, то зачем собирать? Копить? Зачем копить? Ну, надо, типа, жить здесь и сейчас, и не ждать пенсии. Вот такие вот у него были лозунги на майке. Видимо, какой-то митинг был очередной. Вот. Я еду такая в маршрутке, еду по этим кочкам, тра-та-та, тра-та-та. И думаю, что же так все хреново-то, а? Ну, в смысле, все хорошо, все, слава богу, все здоровы, но вот вокруг столько, блин, подножек каких-то делается. Еду, еду себе. И тут небольшой такой лесок, и стоят густые-густые, красивые-красивые березки. И тут, я не знаю почему, мне приходит такая мысль, что раньше моя бабушка, царствие небесное, раньше она, каждая, ну, не каждая, но очень часто я замечала, что рано-рано утром, мы жили в частном доме, рано-рано утром она выходила, так как у нас на территории не было березы, она выходила во двор другой, то есть выходила на улицу и обнималась с березой. То есть она обнимала дерево, иногда даже обняла там что-то, я не знаю, или что-то тревожила, или у нее что-то болело, или она просто так скучала, ну, по дедушке там, я не знаю. Ну, в общем, она, видите, когда молодые были, мелкие, не слушали. А сейчас, когда самой вот понадобилось, я должна искать в интернете. В общем, я высчитала, что... Я просто написала, какое дерево мне нужно обнять. Мне вот срочно надо, я завтра пойду, ребята, искать дерево. Вот, и пойду обязательно обнимусь. Потому что здесь написано, что мне нужна рябина. Зачем нужно обнимать рябину? Нужно для того, чтобы снять напряжение от работы, успокоить психику и устранить неврозы. Я вот сейчас специально для вас прочитаю, что такое, почему нужно обнимать березу. Береза – это дерево врач, что это ценилось во все времена. К березе идут с любыми проблемами, с душевной гармонией и для отдыха. Обняв ствол и прислонившись к нему лбом, можно справиться с головной болью в считанные минуты. А если прошептать заветное желание и повязать ленту на ветке, то оно обязательно сбудется. Видите, какие интересные вещи узнаем? Так вот, эта тема очень интересная, и я эту тему знаю с детства. Я просто не знала, какое именно дерево мне надо. Почему-то мне вот прям надо, понимаете? Я не знаю почему, как это объяснить. Но вот я увидела и чувствую, что мне надо. И я, кстати, думаю, что тем людям, которые принимали решение, голосовали насчет президента, я думаю, что им тоже надо было прислониться для ясных мыслей и чтобы принимать правильные решения. А то, видите, не прислонились, получается какой-то кавардак. Как вы считаете? О, будем так теперь читать. И тем, кто принимал решение убрать памятник, вы знаете какой, да, памятник Пушкина, тоже нужно было обязательно прислониться к другому стволу. Потому что тут просто без вариантов. Это же надо было додуматься. Так вот из-под тяжка, понимаете? Мне что-то это вообще не нравится. Ну что делать? Кто нас спрашивать будет, да? То же самое, что и вот это вот голосование. Выбираем президента, да? Кто выбирает? Кому выбирают? Что он нам сделает? Почему мы не выбираем? Зачем нужно вот это вот? Почему мы не выбираем? Пошла я срочно обниматься, а то опять скоро полезу в политику. Ну что, поживем, увидим, что мы можем. Мы всего лишь человечки. Что мы можем решить? Посмотрим, будем посмотреть, что там будет происходить. Ребят, насчет помещения, вот то, что мы сегодня смотрели, если его немножко подшаманить, если сделать так, как нам надо, да, это помещение сейчас в таком виде, к которому его оставили предыдущие съемщики, да, там тоже были массажи, все дела. Вот, если там сделать, в общем, из этого помещения можно сделать конфетку. Мы сейчас думаем, это находится в самом центре Риги, очень удобно и мне подходить, и девчонкам, в общем, пока что это один из кандидатов, как говорится. Вот, и еще одно помещение сейчас будем смотреть, ну и пока ждем второе помещение, чтобы посмотреть, смотрим еще, потому что хочется все-таки найти тот идеал, то идеальное помещение, что заходишь и делать уже ничего не надо, то есть оно уже все, конфетка готова, и чтобы место было хорошее, и чтобы парковка была людям, чтобы все было удобно, да. Ну, где же ты сейчас найдешь в центре города, чтобы вот так вот все хорошо? Это или 2000 евро в месяц кабинета, ну, я имею в виду помещение, или, извините, вот. Так что ищем дальше, если вам интересно, я буду показывать, какое помещение в итоге я выберу. Все, всем большое спасибо за просмотр, и всем пока! Так, ну что, пол первого ночи, теперь уже можно и видео попробовать смонтировать, хотя бы начать, а завтра закончить. Вот, вот так вот проходят мои дни. Как у вас, расскажите дела, как вы все успеваете. Вот я, наверное, в районе часа спать лягу, а в пять, в начале шестого, буду вставать. Как-то так.